Ну и вот первая ласточка на сегодня это Пираты Карибского моря, Сундук Мертвеца Коллекционное DVD-издание на двух дисках в рукаве Значит, как мы видим, первый диск это сам фильм Второй диск это различные бонусные материалы Интервью с актерами-создателями Как делались там спецэффекты, вырезанные сцены, ну и так далее Издавала всю эту красоту компания Видеосервис То есть если мы, значит, фильм из рукава достанем То, в принципе, внутри он у нас будет точно такой же То есть тут ничего, скажем так, принципиально не поменяется Значит, внутри у нас идет вот такая вот вкладка с оглавлением То есть обычно вот такие вкладочки у нас Вставлялись в DVD самой такой первой волны То есть которая в России, скажем так, выпускались годы с 99-го То есть в таком еще стекле То есть там обычно список вот этих сцен он был Позднее их стали уже класть только в коллекционное издание Ну вот вроде этого Ну и также здесь что-то вроде такого вот Путеводителя есть по диску 2 То есть как там эти все менюшки выглядят Соответственно, что из себя будут представлять Какие-то вот эти выразные сцены Интервью там с создателями и так далее Ну и соответственно, вот они сами диски То есть это получается диск 1 Это сам фильм И вот диск 2 Это как раз-таки бонусные материалы Следующий диск Это как раз-таки пираты Карибского моря на краю света То есть здесь уже больше интересное оформление рукава идет Поскольку вот этот сам рукав он переливается Плюс ко всему он именно сделан с выпуклостями То есть, например, вот черная жемчужина Она выпукла и тактильно ощущается В принципе, расклад здесь фактически точно такой же То есть первый диск это сам фильм Плюс там на нем некоторые бонусные материалы закиданы Второй диск это чисто уже бонусные материалы Опять же, все это великолепие издавал этот видеосервис Ну вот если мы как бы достанем рукав Вот уже заметим разницу, что, скажем так, сама обложка DVD Она уже сделана без переливов То есть это только рукав Вот так необычно был оформлен Значит, но в остальном все копируется вот фактически один в один Пусть тут ничего не изменилось Вот, интересно сделано, в принципе, все вот эти вкладки бумажные То есть есть у нас вот как раз таки вот такая вот пометка Очень интересно, что это, соответственно, вот двухдисковое специальное издание Даже есть вот такая вот сносочка, что оно именно лимитированное И что в продаже, оно продавалось только до 30 сентября 2008 года То есть, видимо, дальше его потом просто как-то отзывали Или что-то в этом духе Но, честно говоря, возможно, это просто такая вот рекламная утка То есть, если мы его разворачиваем Тут будет краткое описание всех дополнительных материалов То есть, что они из себя представляют С этими Вот, а если мы уже как бы разворачиваем все вот это полностью То здесь у нас будут То здесь у нас будет содержание Самих вот этих кат-сцен Как они там все называются В каком порядке идут Также вот описание вот этого первого и второго диска Вот этих всех бонусных материалов Такой гайд своеобразный по ним Ну и, конечно Вот что-то вроде таких вопросов и ответов Типа, что уготовила судьба для Уилла и Элизабет Теперь, когда он капитан летучего голландца Будет ли она ждать его? Истинная любовь никогда не умирает Но их истории еще предстоит рассказать То есть, вот в таком все как бы духе Значит, вторая такая вот бумаженция Это получается что-то вроде каталога То есть, здесь, например, вот Платиновая коллекция, книга джунгли Издание в честь 40-летия мультфильма Значит, дальше уже просто то, что там Где-то там наиздавали Уже что-то другое с Диснеем не связано То есть, например, третий сезон сериала Отчаянные домохозяйки Третий сезон сериала Остаться в живых, он же Lost Вот уже какие-то диснеевские продукты пошли То есть, это в гости к Робинсонам, Рататуй Коллекция крокометражных мультфильмов Пиксара И, соответственно, вот такой вот Дисней Пиксар Платиновая коллекция Где вот подряд было 5 мультфильмов То есть, это История игрушек 2, Корпорация монстров В поисках Немо, Суперсемейка и Тачки И, соответственно, вот Санта Клаус 1 И Санта Клаус 3 То есть, вот эти фильмы То есть, почему вторую часть не анонсировали Конечно, странно И, соответственно, вот Еще идет реклама Самого вот этого издания То есть, Пираты Карибского моря На краю света А также, соответственно, Платиновая коллекция Вот Фильмов Такой дочерней студии Диснея Touchstone Pictures В который вот Три фильма вошло То есть, это Скала Плохая компания И Охота на Веронику Но из всех них Я смотрел только Скалу Тем более, это как раз-таки Продюсер Пиратов Карибского моря Джерри Брюхаммер То есть Странно просто, что сюда, например, Еще не вошло какой-нибудь Фильм вроде Воздушной тюрьмы Потому что Джерри Брюхаммер Тоже его создавал Но Что есть, то есть Как бы А с обратной стороны У нас вот реклама видеоигр То есть Здесь у нас серия Принцессы Диснея Вот именно сверху А снизу Как раз-таки Рататуй для ПК То есть Притом То есть Он был как и в Джевеле Так и было его Дивиди-издание Вот в этом Дивиди-боксе Видимо с мануалом Это все от нового диска Ну и такой Последний манускрипт В этом издании Это как раз-таки У нас Бесплатный код На закачку Для телефона Видимо там Всяких Миди-мелодий С фильма Каких-то там Картинок С персонажами И так далее Который кстати Действует До 31 декабря 2008 года Так что в принципе Он устарел Но суть по всему Это все еще было Для таких дремучих Кнопочных телефонов С обратной стороны Он у нас пустой Ну и вообще Есть какой юмор То есть Здесь у нас уже Не два тек Под Дивиди А Дивиди Соответственно Вставляется В друг друга То есть Это получается Бонусный диск А вот это Именно сам Фильм И вот такой Последний Дивиди На сегодня Это Пираты Карибского моря На странных Берегах То есть Тоже у нас Рукав Тоже с Переливом Но соответственно Уже не тактильный То есть В отличие От предыдущих Дисков Которых Выпускал Видеосервис То есть Эти диски Выходили Волт Дисней Компани СНГ Уже Здесь Соответственно Тоже есть У нас Бонусные Материалы Про то Как все Это снимали Реклама Конструкторов Лего И Видео Игры Лего По мотивам Вот этого Фильма То есть Если мы Снимем Рукав У нас Здесь Собственно Все дублируется Только без Вот этих Как раз таки Переливов Внутри Уже Один Диск Но Есть Какая Особенность Это Вот Такой Внутренний Арт То есть Обычно Вот такие Дисней Диски Уже Этих Десятых Годов Оформлялись Таким Способом Каким То Внутренним Артом Тут Уже К сожалению Вот Гайда По эпизодам Нету Ну Точнее Вот этих Катсцен Но Есть Вот Такой Каталог Рекламный То есть Что У нас Здесь К выходу Фильма Выходило Ну Во-первых Реклама Всех Четырех На тот Момент Фильмов Пиратской Саги На Блю-рей Вот А во-вторых Значит Всякие Рекламные Продукты То есть Вроде Вот Книжек Новолизации По мотивам Пиратов Карибского Моря Футболки Чупа-чупсы Сумки Конструкторы Лего Модельки Кораблей Которые Кстати Даже Самое Что Интересно Вот Эту Черную Жемчужину Выпускала Компания Звезда Отечественная Которая Делала Вот Эти Всякие Модельки Склеивающиеся То есть Фигурки Персонажи От компании Джакс Пацифик Я Кстати В свое Время Даже Ими Торговал На Одну Из Своих Работ И Вот Как Раз Таки Вот Видео Игра Лего Пираты Карибского Моря И Реклама На PC Nintendo DS Nintendo V PSP PS3 Box 360 Вот Вот И Несмотря На То Что Предыдущие Два DVD Выпускали Именно Видеосервис А вот Уже Четвертую Часть Выпускала Как раз таки Walt Disney Company СНГ Есть Какой Интересный Момент То есть Если Их Вот Так Сложить На Полочку Боком То Можно Увидеть Вот Цифры 2 3 4 Что Они Все Так Будут Идти Друг За Другом Очень Красиво Но С DVD У Нас На Сегодня Все И Перейдем К VHS Редактор субтитров